Современные Олимпийские и Паралимпийские игры невозможно представить без участия десятков тысяч волонтеров. Они являются своеобразной визитной карточкой игр. Своим радушием, гостеприимством, самоотдачей и слаженной работой добровольцы во многом определяют их успех. Естественно, чтобы все прошло на высшем уровне, волонтерам необходимо пройти подготовку. 20 мая в Чебоксарах стартовала специальная программа обучения. 300 лучших парней и девушек Чуваши в течение трех дней будут повышать свои навыки и знания. Помогать им в этом будут лучшие мировые инструкторы и тренеры по специально проработанным программам. Программа трехдневная. Всех приглашаю поучаствовать и посмотреть, как она проходит. Она очень необычная. Мы отошли от привычных форматов обучения. Вы не увидите здесь лекций, как и самые игры Сочи-2014. Инновационная и такая же инновационная программа. Огромное количество видеоматериалов, огромное количество интерактивных занятий. Вдобавок ко всему, программа обучения дополнена спецкурсом английского языка с упором на олимпийскую тематику. Как отметила Елена Агеева, их цель – обучение через ощущение. Ведь, чтобы стать частью Олимпийских игр, необходимо прежде всего их прочувствовать. Вместе с тем, те волонтеры, которым уже доводилось бывать на тестовых соревнованиях в Сочи, не понаслышке знают о том, что такое олимпийский дух. Когда меня пригласили первый раз на тестовые, это было в декабре 2012 года. Я участвовала в тестовых соревнованиях «Этап Коммеры Международной Федерации Лыжного Спорта по прыжкам на лыжах с трамплинок». Я работала там волонтером функции транспорта. Я встречала спортсменов, встречала гостей, всех, кто прибывает на эти соревнования. Приветствовала их и распределяла их транспортные потоки. Первые впечатления, когда я туда поехала, были феноменальны. Я приехала на таком заряде позитива, драйва, что после приезда я рассказала о всех своих впечатлениях своим студентам, которые были тоже очень заинтересованы в этом событии, поскольку у нас как раз происходил набор волонтеров. Ксения Александрова – студентка волжского филиала МАДИ. Стоит отметить, что Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет в декабре 2010-го получил свидетельство в волонтерский центр Сочи 2014 и сразу приступил к подготовке волонтеров. А наличие в Чебоксарах Волжского филиала МАДИ позволило ребятам и девушкам из Чувашии присоединиться к добровольческому движению, а самому филиалу стать региональным центром по подготовке волонтеров к играм в Сочи. Подробнее о спортивном волонтерстве, о добровольческом движении в Чувашии, о том, какими качествами должен обладать волонтер и какие испытания необходимо пройти, прежде чем стать волонтером на Олимпиаде в Сочи, узнаете уже завтра в рубрике «Всякая всячина».